Итак, у нас девятое занятие по обзору редактора Brackets. Друзья, пожалуйста, не забывайте ставить лайки, подписывайтесь на наш канал MasterCSS, ну а мы продолжаем дальше. В этом уроке мы с вами познакомимся с еще одной очень хорошей, шикарной функцией под названием Inline Editors. Переводится это как встроенный редактор, ну а называется это здесь как быстрое редактирование CSS и JavaScript. Так вот, эта функция вызывается довольно просто, нам достаточно нажать Ctrl плюс Е, видим вот тут написано сочетание клавиш, однако его надо нажимать в определенном месте. Например, если я поставлю курсор сюда и нажму Ctrl плюс Е, то у нас выбьется сообщение, быстрое редактирование недоступно для данной позиции курсора. А именно курсор надо ставить у нас на тегах. Например, если я его поставлю вот сюда уже непосредственно на тег H1 и нажму еще раз Ctrl плюс Е, то у нас появится вот такое быстрое редактирование, то есть Inline Editors, помним, да? И здесь, например, мы можем менять стили файла main.css. Вот видим, здесь выводится сразу свойство, которое отвечает за оформление наших тегов, то есть тег H1 встречается только здесь. И здесь, например, давайте мы назад вернем везде цвет 2, 2, 2. То есть видите, как все просто, да? И таким образом нам уже не надо лазить в файл стилей. Также мы можем заводить новые свойства. Например, если нам надо завести новое правило на тег H1, давайте мы нажмем новое правило, и оно у нас появляется, автоматически заносится в файл стилей. Конечно же, мы это посмотрим. Ну а сейчас давайте мы вернемся вот сюда к тегу H1 и тут напишем Color, так, решетка, 7, 7, 0, 0, 0, 0. Вот так вот. И теперь смотрите, если я переключусь на файл main.css, вы тоже его сейчас откройте, и промотаем в самый низ, то вот оно появилось у нас здесь. Это самое правило. То есть вот так вот все довольно просто работает. И теперь обратите еще одну фишку, внимание на еще одну фишку, что вот здесь можно будет переключаться между файлами стилей, если у вас их подключено несколько к одному проекту. То есть у нас здесь подключен один, поэтому мы не можем выбирать. Но если будет два и более, вы сможете выбрать любой файл стилей и в нем размещать правило. Дальше. Например, давайте мы еще поиздеваемся над тегом H2. Напишем Ctrl-E. И здесь, например, что... Так, вот видим, что у нас тег H2 встречается здесь, и встречается еще вот здесь. Щелкаем, вот что у нас тут есть. Давайте мы напишем, например, font-size, ну сколько там, 1.7, чуть его сделаем больше. EM видим, точка запятой. Color. решетка 555, точка запятой. И border-bottom давайте выберем. 1.xl, dotted, так, и решетка 555. Ну, такая маленькая импровизация. Сейчас мы увидим, вот что у нас получается. Видите, да? Давайте сделаем здесь, например, 7.7, 7. Напишем не dotted, а dashed. Так. И у нас будет уже граница другая. То есть, ну, в принципе, вы понимаете, можно издеваться на чем угодно и как угодно. Удаляются вот эти все, то есть отключаются они тоже достаточно легко. Либо нажимаем вот здесь на крестик, либо если надо сразу удалить все полностью, то нажимаем Escape, и все эти редакторы сквозные закрываются. Но в файле стилей все остается то, что, ну, все изменения, которые мы внесли, вот видим здесь, где мы еще вот внесли, вот h2, видим, мы дополнили его. Все это остается. Итак, отлично, переходим теперь к следующему занятию, где мы попробуем те же самые inline editors, но уже на файле стилей.